В октябре прошлого года в Славянской 12-й школе была торжественно открыта Аллея Учительской Славы. Это открытие золотыми буквами вписано в Книгу истории сферы образования муниципалитета. И вот год спустя прекрасная инициатива была продолжена. Наша съемочная группа побывала на этом событии. В торжественном мероприятии закладки продолжения Аллеи Учительской Славы приняли участие педагоги-легенды и почетные жители Славянского района, посвятившие себя образованию, их родственники, делегации образовательных организаций, школьники. Для 12-й школы это большая честь и ответственность, что Аллея располагается именно на ее территории. Ровно год назад, 5 октября, были высажены 24 клена, которые увековечили имена достойнейших педагогов, педагогов-легенд, педагогов, которые написали историю нашего города и стали лучшими учителями. Сегодня нам предоставлена такая честь быть первыми и закладывать Аллею Учительской Славы. Сегодня мы продолжим ее. В прошлом году увековечили имена 15 педагогов-легенд и 9 почетных жителей Славянского района. И в нынешнем году было решено посадить 5 прекрасных саженцев в честь наших славных земляков. Я хотел бы поблагодарить руководителя школы, директора школы, Ирину Ивановну, коллектив, вас за то, что вы ухаживаете, за то, что вы бережете память. Мы должны помнить, чтобы твое имя произносилось с трепетом многими поколениями, многими людьми. Нужно в этой жизни оставить яркий след. Вот эти люди оставили яркий след на этой земле. Они продолжают творить на грунт. Давайте поблагодарим их за это, давайте уважать их за это, давайте стремиться быть такими, чтобы ваши имена были тоже золотыми буквами в свое время написанной истории Славянского района. Директора школ, в которых работали или работают до сих пор педагоги-легенды, были приглашены для того, чтобы рассказать об этих замечательных учителях. И 60 лет в этом году исполнилось, как Людмила Васильевна переступила порог школы. И все эти 60 лет, и по сей день, и сегодня она трудится, передает свои знания детям. Ее отличают такие черты характера, как принципиальность. А это, наверное, самое важное. То, что у Людмилы Васильевны никогда не было любимчиков, у нее все равны. И то, что Людмила Васильевна знает вся наша станица Анастасиевская. Это был любимый учитель всей школы. Она вела за труднующий предмет, физика. Согласитесь, трудный предмет. Так вот, это нужно было очень постараться сидеть у нее на уроке и не соображать, о чем она рассказывает. Это нужно было просто проявить усилие в голову, чтобы не понять. Когда мы с вами говорим, что нет незаменимых людей, то мы ошибаемся. Такие люди есть. И когда, к сожалению, у такого человека не остановился в школе, то это трагедия не только для родных и близких. Это трагедия для школы, для всех детей, которых она учила, для тех учителей, которые были ее коллегами. И таким была бондарь Замоеда Никитична. Затем наступил самый торжественный момент – посадка деревьев. Свои деревья высаживали сами виновники торжества – педагоги-легенды Евгений Николаевич и Нина Григорьевна Романенко, Людмила Васильевна Герасименко, почетный гражданин района Елена Алексеевна Князькова. Это замечательная традиция. Мы работаем, потом мы будем отдыхать, а деревья будут здесь всегда расти, радовать людей. Поэтому традиция замечательная, ощущение очень трепетное. И еще раз подтверждается то, что работаем мы не зря. Делаем хорошее, доброе дело, учим детей, создаем будущее. Дерево Зинаиды Никитичны и Бондарь высадила директор первого лицея Любовь Белик. Помогали с посадкой аллеи депутат законодательного собрания Кубани Виктор Чернявский и председатель совета Славянского района Григорий Литовко. Клен педагога-легенды Сергея Васильевича Лизговки высаживала директор 52-й Ачуевской школы Ирина Масенко. Для меня это впервые, что наш директор школы, Лизговка Сергей Васильевич, проработавший более 35 лет руководстве педагогики, сегодня в честь него высажена аллея, замечательное дерево клен. Я с удовольствием передам ему все фотографии, все эмоции, которые сегодня я прочувствовала. К сожалению, по состоянию здоровья он не смог сегодня прибыть, но когда мы вчера ему относили пригласительную, у него на глазах были слезы. Его переполняет чувство гордости за то, что на территории новой 12-й школы будет расти замечательный клен. Спасибо всем большое организаторам за это мероприятие. Ежегодное продолжение аллеи учительской славы становится доброй традицией в нашем районе. Она будет и дальше пополняться новыми именами высоких профессионалов, известных всем славянцам, учителей, наставников, воспитателей подрастающего поколения. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События».